Привет, ребят! В этом видео я хочу поделиться с вами очень важной информацией. Дело пойдет о личной мотивации. Поехали! Итак, я разделю людей на три вида. Первый вид – это те люди, которые родились в богатой семье, в хорошем положении, в богатой стране. Это те люди, у которых все есть. Им ничего не надо делать, им не надо напрягаться. Куда бы они ни пошли, что бы они ни делали, у них все получается, потому что решает карман. Второй вид людей – это самые обычные люди, родившиеся в обычной семье, в родни полной. Это люди, познавшие нищету от а до я. Таких много. Это люди, можно сказать, они сдавшиеся. Они смирились с такой жизнью. Она им не нравится, да, но они ей живут, потому что надо прикладывать какие-то усилия, чтобы что-то изменить. Легче будет, если он пойдет, этот человек, выпьет там с друзьями когда-то в пятницу, может, еще в какой-то день, еще в какой-то. Немало так выпьет, обсудит, как все плохо, какое государство плохое, на следующее утро встанет рано утром и даже не вспомнит, о чем вчера говорилось, потому что голова будет гудеть ого-го-го как. Такой вид людей является стадом. Это морально слабые люди. А стадом можно управлять и нужно управлять. На таких людях зарабатывают богатые. Третий вид людей — это те люди, у которых жизнь изначально похожа на последних, на вторых. Но эти люди, они не согласны с этой жизнью. И такими людьми я восхищаюсь. Именно такие люди достойны уважения. Потому что эти люди, не зная преград, идут вперед, несмотря ни на что, не сдаются и поднимаются, вылезают из дыры, из грязи в князе, как говорится. Собрать эти все три вида людей вместе, поставить кучу, и понимаешь одну очень важную вещь. То, что никто ничем не отличается друг от друга. У всех две руки, две ноги, одна голова и 24 часа в сутках. Просто первые делают все, что хотят, и у них есть все. Вторые делают точно так же все, что хотят, и у них нет ничего. А третьи делают то, что не хотят, чтобы у них было что-то, чтобы чего-то добиться. Я уверен, что в каждом человеке скрыт какой-то потенциал, есть какой-то секрет, который просто спит, и его нужно разбудить. Так вот, чтобы разбудить свои скрытые навыки, нужно действовать. Нужно менять не мир, не других, а себя. Начать нужно с себя. Это, например, банально делать зарядку утром, заняться какими-то уроками английского языка, медитацией, пойти на тренировки, чего-то добиться, дойти до конца в поставленной цели. Найти в себе силы, чтобы изменить то, с чем ты не согласен. Я считаю, что успех заключается в дисциплине. И верю в то, что в каждом человеке она есть. Ее просто нужно тренировать. Она спит. Конечно, если мы лежим на диване, мы ничего не делаем и смотрим телевизор, какая дисциплина? Зачем она нужна? Никакой силы воли. Все нужно тренировать. И поэтому такие важные качества попросту спят. Чтобы их пробудить, нужна встряска. Порой такое случается, что человек слишком сильно устает от определенной ситуации, от конкретной ситуации, например, от нищеты. И человек становится как сосуд, в котором налита вода, и его переполняет эта вода, и она льется уже через края. И когда происходит этот перелив через края, человек просто взрывается. Он лопается. Это может быть какой-нибудь испуг. Например, зафиксирован случай, когда человек прыгнул выше своей головы от испуга, сам того не ожидая, потому что он находился на проезжей части, на дороге, и на него выскочила машина с большой скоростью. Он подпрыгнул так от испуга, что сам себе не поверил, что ему спасло жизнь. Или, например, человек настолько устал от нищеты, что собирается, убегает куда-нибудь в лес, чтобы просто покричать, поорать. Вот тогда и происходит перелом сознания. Вот тогда и рождается мотивация, великая мотивация, которая двигает человека, несмотря ни на что. Тогда уже тебя не остановит. И вот тогда такие мелочи, как лень, физическая слабость, они вообще становятся незаметными для такого человека. Они становятся ничем, ноль. Человек перерождается, и сдаваться уже нет смысла. Сдаться, значит, вернуться в прошлую жизнь. А ты уже попробовал новую, интересную, ты кайфуешь от процесса, и назад уже не хочешь. Ты просто себя уже не представляешь, как ты возвращаешься к той жизни. Ведь потому что очень многое уже пройдено, очень много времени потрачено, ты на пути к успеху. А пока ты в процессе всего этого, критики, они и смотрят на тебя со стороны, и критикуют. А ты, ты уже делаешь. Ты, как огромный локомотив, который несется с огромной-огромной скоростью, который уже прет, и прет, и прет. И чтобы его разогнать, потребовалось слишком много усилий. Теперь, чтобы его остановить в ноль, это просто невозможно. Поверь мне, так и с людьми. Если взять свою силу воли в руки и заниматься хоть каждый день, но по чуть-чуть назаниматься, то ты обречен на успех. Другого быть не может, главное не сдаваться. Каждый день по чуть-чуть, хоть по чуть-чуть назанимайся. И ты увидишь результат. Ведь цель – ничто, по сути. Движение – всё. Будь сильным. Не будь стадом, не позволяй собой манипулировать. Да кто они такие, чтобы приходить и говорить, что ты должен делать? Ты решаешь, чем заниматься и что тебе делать в этой жизни. Возьми свою силу в руки, в кулак. Будь уникальным, оригинальным. Главное – не сдаваться. Наступит такой день, когда ты захочешь сдаться, когда руки складываются и ничего не хочешь делать. Такой день наступает у каждого. Именно в этот момент главное не сдаться. Именно этот момент определяет, кто есть кто, кто лузер, а кто победитель в жизни. Иди вперёд и не сдавайся. Морально готовься к этому моменту. Он будет. В день, когда ты захочешь сдаться, посмотри это видео. И вспомни, друг мой, сколько всего сделано, сколько потрачено времени, сколько пройдено, чтобы сейчас просто взять и сдаться. Вспомни, ради чего ты это начинал. Это очень важно. Вспомни каждую секунду проделанной работы. Если ты сдался сейчас, то всё то время эти навыки просто уйдут коту под хвост. А за всё то время, что ты работал, ты научился очень многому, ну очень многому, чтобы сейчас сдаться. Только представь, насколько можно стать дисциплинированной и натренировать силу воли за один месяц. Всего один месяц. А два, а три, а полгода, а целый год. Вот просто представь. Представь, если ты год тренировался, занимался самодисциплиной. Да ты просто железный человек, не мотива. Ты будешь держать свою жизнь под контролем, под полным контролем. Ты перестанешь плыть по течению. Жизнь будет спрашивать у тебя, что дальше, а не ты у неё. Именно тот момент и являлся ключевым, когда ты не сдался, когда опускались руки. И если ты пересилишь себя, если не поддашься слабостям, то ты уже никогда не будешь прежним другом. Это и отличает успешных людей от лузеров. Не сдавайся, иди вперёд. Имей конкретную цель перед собой. Просто иди к ней. Иди. У тебя всё получится. Ты обретёшь успех. Ты обретёшь всё в этой жизни. Всё возможно. Всё здесь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»